Библейский портал экзегет.ру представляет Наша сегодняшняя запись данной лекции сделана специально для библейского портала экзегет.ру Псалом 12. Этот псалом является короткой молитвой, в которой мы видим переход от плача до словословия на протяжении всех его пяти стихов. Псалом короткий. Этот псалом начинается с крика, с боли о богооставленности. Доколе, как долго, повторяется в первых стихах четыре раза. Автор не задается вопросом, почему. Возможно, есть причина, по которой Бог остается безответным. После первого стиха на протяжении остальных четырех псаломопевец постоянно выражает надежду, что Бог его призрит, услышит, просветит. Последний стих выражает доверие к Божьей милости, уверенность в спасении и заканчивается восхвалением Господа «О благодетельствовавшему меня». Первые стихи псалма передают чувство отчаяния, подобное плачу Иеремии. «Для чего совсем забываешь о нас, оставляешь нас на долгое время?» Слово «забыть» не столько говорит о памяти, сколько о действии в отношении кого-либо. «Помнить» значит действовать, приживать, поддерживать, заботиться. «Забыть» означает отнять свою помощь и защиту, то есть не обращать внимания, ничего не делать по отношению к человеку. Пророк Иеремия рыдает над разрушенным Иерусалимом, «Граждане которого потеряли защиту от Бога и, как следствие, лишились домов, имущества, стали сиротами. Рабские работают без отдыха, от голода почернела их кожа. С опасностью для жизни в пустыне добывают они хлеб, и даже воду приходится им покупать у поработителей». Эти яркие образы передают самосостояние богооставленности, которое переживает целый народ. Плач Иеремии заканчивается воспоминанием былого благоволения Бога к народу. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови наши дни, как древле». Хотя Иеремия точно знает, что причины разрушения Иерусалима были завоеватели из Вавилона, однако он их не называет по имени. Они были всего лишь орудием для наказания согрешившего народа, бичом в руках Божьих. Поэтому пророк обращает свою просьбу остановиться не к врагам, но к Богу. Автор 12-го псалма, вероятно, тоже вспоминал дни древние и те священнические благословения, которые регулярно произносились в храме. Цитирую по книге Чисел. «Да обратит Господь лице свое на Тебе и даст Тебе мир». Кстати, подобного рода выражения мы можем встретить в короткой молитве, которую читает священник при причащении тяжелобольного человека. Там неоднократно повторяются подобные фразы. «Да Господь укрепит тебя, да помилует тебя, да спасет тебя». Вот в подобном же стиле написаны священнические благословения Ветхого Завета. Сюда мы видим преемство литургической традиции из Ветхого Завета в новозаветную эпоху и христианского употребления. Итак, теперь страдалец может только плакать Господу. «Доколе, Господи, будешь скрывать лицо твое от меня». У него не просто на сердце скорбь, его разум находится в смятении. Те советы, о которых идет речь, это буквально бунт, восстание, мятеж со стороны окружающих людей. В душе самого псалмопевца тоже протест. Из-за того, что он постоянно лицом к лицу сталкивается с врагом, который злорастывает по поводу жалкого состояния псалмопевца. И это приводит в саму душу псалмопевца смятение. В его душе появился некий недобрый совет помыслов. В зависимости от того, что или кого мы понимаем под врагом, речь может идти или о каком-то серьезном заболевании, которое может быть смертельным для псалмопевца. На это намекает понятие «сон смертный», который навеки может прикрыть глаза страждущего. В таком случае под смертью, по-еврейски «мот», здесь можно увидеть персонифицированные указания на хананейского бога, мота, известного по соответствующей ближневосточной литературе. В то же время параллелизм между понятиями «враг мой» и «гонители мои» может указывать и на некоторых людей, у которых по личным причинам есть вражда на псалмопевца. Они злорадствуют его нынешним страданиям, видя в этом знак того, что он оставлен Богом. В следующих стихах есть обращение. «Посмотри на меня, Боже, и ответь мне. Буквально дай свет искру глазам моим, чтобы мне не умереть». Эти идеи передают нам внутреннее терзание души. Здесь нет призыва к Богу излить гнев на врагов или сокрушить их, как в других псалмах, в седьмом, девятом. Это говорит о том, что враги не гоняются уже за псалмопевцем. Он ведет внутреннюю духовную брань. «Преодолевая бунт и отчаяние, псалмопевец словно решается на то, чтобы, несмотря на смущающее злорадство гонителей, воззвать Господу. Господи, Боже мой!» Такое исповедание веры «Господи, Боже мой!» подчеркивает убежденность, что только Господь и есть для меня Бог. Прошение заканчивается жалобой, что я поколебался к радости моих гонителей. Заключительный раздел псалма начинается с выразительного утверждения. «Но я же уповаю, который указывает на доверие к Богу. Слова «сердце мое» возрадуются о спасении твоем». Говорят о радости псалмопевца тому спасению, которое приносит Бог. В греческом переводе в конце добавляются заключительные слова из седьмого псалма «И пою имени Господа Всевышнего». Мы можем спросить себя, почему в данном псалме, как и в других псалмах плача, происходит такое резкое изменение настроения? Псалом начинается с недоумения, доколе, а заканчивается похвалой к Богу. Может быть, автор псалма уже получил какое-то откровение свыше, или, может быть, пророческий ответ от священника, что его молитва была услышана Богом. Мы не знаем. Но в любом случае, как видно, плач к Богу не говорит о том, что псалмопевец окончательно потерял доверие к Творцу. Напротив, доверие к Богу не отменяет необходимости плачи. Подобное страствование по бурному морю житейских невзгод может напоминать нам праведного Ноя, который очень долго наблюдал из ковчега только одно серое небо. Но когда его нога ступила на землю, тогда глаза его увидели радугу. Чувство богооставленности по-человечески переживал Бога-человек Иисус Христос на кресте. «Боже, Боже мой, вскую оставил Мейси», читаем по-славянски. Однако, в отличие от автора псалма, ощущавшего свою личную вину за какую-то провинность, Иисус Христос с креста не задает отцу вопрос, как долго, но для чего страдать безгрешному спасителю. Насчет этого псалма в качестве комментария можно порекомендовать беседу святителя Василия Великого о том, что Бог не является причиной зла. В своем пространном рассуждении святитель Василий Великий спрашивает, а как нам воспринимать, как библейские цитаты, в которых речь идет о том, что Бог наказал, покарал, или то, что все от Бога исходит, с реальной жизнью, когда смерчи и ураганы сметают с лица земли деревни и города, когда болезни на повал косят огромное число гражданского населения, когда тот или иной человек зло страждет долго от своих притеснителей. Если просуммировать рассмышления святителя Василия Великого насчет того вопроса, который ставится и сейчас, очень часто на исповеди, «Батюшка, за что мне Бог послал такое зло, наказание?» в ответе святителя Василия Великого его ответ будет следующим. Бог не является источником зла, но, напротив, человек первый порождает зло и смерть в мире. Господь же — это зло, которое начинает и продолжает распространяться в мире, обращает во благо. Так, если человек болен, то он сам задумывается о жизни вечной и будущей. И люди, которые о нем заботятся, учатся состраданию и милосердию. Если умирает грешник, мы порой благодарим Бога, что этот злодей не распространяет больше зла в мире. Если умирает праведник, мы благодарим Бога, что, наконец, там он получит от Творца воздаяние. Итак, Бог — источник любви, всяческих благ, но он побуждает человека терпеть, все переносить, думать над тем, почему со мной это происходит. И более того, святитель Иоанн Завтауст говорит, что подобное долготерпение нам во благо, потому что, к сожалению, мы немощные люди, порой только через страдания приходим к Богу и ценим все то, что он раньше нам давал. Иоанн Завтауст